«И если Аллах подвергнет наказанию всех жителей небес и земли, баррагом вафаджером, и благочестивых из них, и грешных из них, то Он, наказывая их, подвергая их наказанию, не будет к ним несправедливы». Субханаллах. Это подтверждение предшествующих слов. Человек, смотрите, сколько бы он не совершал деяния, какие бы это ни были прекрасные деяния, все равно его деяние не является ценой адекватной за те милости, которые дает Аллах. Даже за часть милости. Ты не сможешь окупить даже часть тех милостей, которые дает Аллах. Ты не можешь окупить своими деяниями даже часть милости, которые дает тебе Аллах. Поэтому, если Аллах накажет тебя, это будет справедливо. Аллах не совершит зульм, Аллах не совершит беззаконие, несправедливость какую-то. Из-за чего? Из-за того, что человек, он в своей благодарности Аллах, что бы он ни делал, хорошо, все равно его благодарность будет недостаточно. Все равно в этой благодарности будет упущение. И то, что говорит здесь автор, на самом деле, что это слова из хадиса пророка, где сказано, Если бы Аллах наказал всех жителей небес его и жителей земли его, то, наказав их, он бы не был к ним несправедлив. А если помиловал их, то милость его для них лучше, чем их деяния. То есть, чтобы мы не рассчитывали, не уповали на свои деяния, а уповали только на милость Аллаха. Аллах, совершая при этом деяния, надеясь, что Аллах, по милости, свои примет. Поэтому и говорить про руку Али Саратусом. Если накажет всех, то не будет несправедлив. Если помиловать, то милость лучше, лучше, чем деяния. То есть, Аллах, если бы всех наказал, то не был бы несправедлив. Если это грешники, понятно, грешники получили воздание за свой грех. Если это праведные, если это благочестивые, то тут мы что скажем? У него есть деяния праведные? Да, есть. Но его деяния, они не годятся для того, чтобы заслужить, чтобы заплатить этим цену за вхождение в рай. Потому что, как мы сказали, они что? Не окупают милости, даже часть милости, которую дает Аллах Субхану Аталию. Положи милость одну, что ты видишь, мир, что ты видишь вокруг тебя. Теперь свои деяния положи. Что они будут на чаше по сравнению с одной этой милостью Аллах Субхану Аталию? Воду, которую ты пьешь, не мучаешься от жажды. Если перечислять милостью Аллах Субхану Аталию не сочтешь. Поэтому, что бы ни делали люди, все равно их деяния не подобают тому, чего достоин Аллах Субхану Аталию. И поэтому, если он всех их накажет, то не будет несправедлив. Это не будет зульм. Продолжение следует...